Дорогие друзья, всем привет! Только что загрузил на Бусти реакцию вот на это чудо. Только посмотрите, что она говорит. Я занимаюсь энергоэскортом. Энергоэскортом! Ой, в общем, на Бусти реакция и разбор без цензуры, все как вы любите. Напоминаю, что на Бусти я загружаю эксклюзивный контент без цензуры. Там отчеты с Азии, с девочками, там инструкция по поиску и эксплуатации профессионалов. Тоже все без цензуры. И ссылочка на Бусти есть в описании под этим видео. Также в описании вы найдете ссылочку на мой телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно, там куча всего интересного. А сейчас давайте посмотрим другие видео. Погнали! Когда мужчина вкладывает в бюссимейный бюджет 50%, то он... Какие у него когти? Вырвать! Вырвать и душу сожрать! Вот этот ганнибализм у них просто вот прям... Дай, дай, дай денег! Денег! Не хочу работать! Я сама не могу! Я... Я ленюсь! Я... Я бесталач! Я не способна зарабатывать! Мне нужно присосаться паразиткой, глистой, цепнем к мужчине и из него выкачивать бюджеты. Да? Так ведь все происходит. Вкладывает только в себя. То есть это 50% на него и для него. Да, да, потому что ты идешь и зарабатываешь сама. Иначе нахрен ты нужна? Нахер не нужна? Зарабатывайте! Работать! Это на его жизнь. Остальные 50% женщина вкладывают для себя. То есть женщина, находясь рядом с мужчиной, сама обеспечивает себя. О боже! Она сама! Да! Да! Феминизм победил! Алло! Мы живем при Матриархате. И ты сама себя обеспечиваешь! Вау! Бомбалейла у девочки. Потому что он только на себя 50% этих отдает. И рано или поздно она начинает на него смотреть и понимать. А я не чувствую от него безопасности. Да, безопасности. Потому что безопасность от работы. Она же дармоедка. Статья была в Советском Союзе такая уголовная. Тунеядство. Это уголовно наказуемое. Вообще деяние было вот совсем недавно. А тут это стало не то что нормой. Они его восхваляют, восхищают и внедряют в умы неокрепшие наши. Блин, блин. Я не чувствую от него стабильности. Я не чувствую, что я с этим мужчином в изобилии. Потому что мне... Чувство в изобилии. Бедные оленяки. Они же пытаются вот с обработанными, с зомбированными, подобными шарлатанками, да, строить отношения. После этой программирования на мерикантинец они с ними пытаются еще что-то строить. Мне искренне жалко. Кошмар. Ладно, следующий ролик. Женщина, вам не кажется, что мы охуели с такими запросами к мужчинам? Вот и мне не кажется. Мыться хотя бы раз в день, носки менять. Минимум миллион рублей в месяц зарабатывать. Миллиард, миллиард рублей. Что такое миллион? Раз и нет миллиона. Тут одна ролик снимала, натурально вот в такой харе сидит, там два раза больше, чем у меня. Ну что такое миллион? Это же только на карманные расходы мне. Мы типа всем верим, да? Ну-ну, ну-ну. Ладно, следующее видео. Один из признаков того, что вы встретили человека, с которым вам и прожить всю жизнь. То есть того самого. Что же это за признак? Сейчас расскажу. А ты подписывайся. У меня все о психологии отношений. Так вот, признак состоит в том, что рядом с этим человеком вы не тревожитесь так сильно и не задумываетесь все время о том, что же вам сказать. Потому что рядом со своим человеком нам комфортно даже молчать. Так я уже давно встретил своего человека. Это я. Мне очень комфортно молчать самому с собой. Нечего так сказать от себя скрывать. Полное взаимопонимание и комфорт. И не надо вот этих всех вот проблем с так называемыми отношениями. Лишних затрат и так далее. Да, есть, конечно, природные потребности. Но я их спокойно решаю. С профессионалками проблем не знаю. Быстро, комфортно и хорошо. Но это мое мнение. Я никому не навязываю такое суждение. Когда мужчина много говорит, это потому, что в нем разговаривает нереализованный потенциал. Мужчины, которые используют свой потенциал полностью на реализацию, они говорят очень мало и, как правило, такими простыми краткими фразами. Да, нет, не знаю, сколько, пойдем, позвони. Очень все кратко и емко. Вы поняли, да, как должен разговаривать настоящий, обеспечен, махровый товарищ. Сколько, да, там, конечно, пойдем. Вот все, в принципе. А ты много говоришь, ну, это лишнее. Зачем? Вот выключи звук вообще. Твое дело вот так делать. Бабки отсчет, как банкомат. И все, вот максимум. Самый приятный звук для любой современной женщины. Это банкомат, который отсчитывает купюры. Или пим-пим, смс-чка от банка, вот от приложения, что его поступил на баланс, поступил на баланс денежка. Они, говорят, специально настраивают определенные звуки, чтобы телефон издавал. Даже если на беззвучке что пикало, чтобы слышно было. Ой, как радостно побежало смотреть, кто денежку там начислил. Какой обеспечен согласился. Он таки поддался на эти все, вот эти вот, все манипуляции и загинул в баблишки. Радость-то какая. Ну, в кавычках, конечно. Ребята, не ведитесь на это все. Какова причина развода? Ну, он пьет? Нет. На кутике? Нет. Мало зарабатывает? Нет, хорошо зарабатывает. Бьет? Нет, не бьет. Не заботится о детях? Заботится. Изменяет? Нет, вы что, не изменяет? Не удовлетворяет вас, как женщину? Конечно, удовлетворяет. Не помогает по дому? Помогает. Тогда в чем причина? Понимаете, господин судья? Дело в том, что все делает, все помогает. Но с каким лицом он это делает? Ну, что тут сказать. Жизненная, в принципе, ситуация. Жизненная. Им всем кажется, что вот раз такой хороший, какой уж должен быть следующий? Он должен быть еще в 10 раз лучше. Наслушается она всяких инфопредпринимателей, да? Вот этих вот психологов, коучи разных. И точно кажется, что этот абьюзит меня заботой. Он козлатит меня деньгами. И вниманием по-любому нарушает мои личные границы. Ах, какой плохой, а? Вот следующий не будет так делать. Вот следующий будет настоящим мужчиной. И семья прекращает свое существование. Ну и как бы, а следующий оказывается таким же. Вот так вот. Вот лично я не боюсь остариться без мужика во Франции. Потому что во Франции... И чего, что во Франции, ну, мужчина в возрасте выглядит прилично. В Испании тоже прилично выглядит. Вот, как бы и... Причем тут страх? Вот. Как бы я немножко не пойму. Может быть, все-таки немножко понизить планку и быть счастливой? Потому что шанс, как бы, с высокой планкой найти себе кого-то, ну, прям вообще, вот прям один к трём сотням. Примерно. Хотя кто-то говорит, что даже и меньше. Но условно пусть будет один к трём сотням, окей. То есть очень маленький шанс. Можно же понизить планку и самой зарабатывать, быть сильной и независимой. И всё сразу наладится. В чём проблема-то? Не вижу проблем. Надо пробовать просто. Прежде чем начать жить с парнем, ты обязан обсудить с ним эти четыре вопроса. Первое. Зачем вы вообще съезжаетесь? В чём мотивация каждого из партнёров? Второе. Кто занимается бытовыми вопросами и как распределяются обязанности? Третье. Как он видит свою жизнь через три года и какую в этом роль играешь ты? И последнее. Кто за что платит? Как-то она ошиблась с порядком-то. Вот этот вот четвёртый вопрос. Мне кажется, у большинства современных представителей прекрасного пола под номером один. Кто за что платит? Чё вообще? Чё там? Чё? Чё? А мы съезжаемся, да? Чё кто? О-о-о-о. Нормально платят, да? Квартиру ты, еда ты, мне на красоту ты. О-о-о. А я чё? Не работать, украшать дом. Да прекрасно вообще. Замечательно просто. Всё остальное всё понятно. Это когда ты женишься, то есть возьмёшь официальное обязательство, да, бытовые вопросы, чтобы у меня была домработница, робот-пылесос, стиральная машина, мультиварка. Я вообще просто вот просто служу украшением дома вообще. Ты пришёл, вот, я подошла, здравствуй, и вот всё, выполнено всё. Здравствуй, дай денег. Я, говорит, выполнила свою роль, так сказать. И смс-ки писать там в WhatsApp, скинь мне 50 тысяч на крем, скинь мне 30 тысяч, мне там что-то надо, скинь мне 20 тысяч. Вот работа выполнена, как бы. Вам она надо, ребята? Нет, не надо. Он бросил меня, потому что я требую слишком много внимания и заботы, но разве видеться два раза в неделю это много? Разве писать и звонить каждый день это много? Перетрудился, бедненький. Внимание и забота не в тягость, когда у мужчины чувства есть. Хоть бы раз он позвонил и спросил, как я добралась до дома, как прошёл мой рабочий день. Постоянно я это делала. Но я же говорила, что в отношения нужно вкладываться наравне с партнёром, а не больше него. А при расставании он обвинил во всём меня, что это я истеричка, а с ним всё в порядке, он делал всё как надо. Тебе, походу, нравится игнорировать всё, что я говорю и делать всё по-своему. Да, ещё бы неплохо было бы зайти куда-нибудь там в Инстаграм, сайт Топлинки на Тиллите бесплатный и купить курсы, и там тебя научат, как надо правильно делать, чтобы вот такого не было. Ну, собственно, как всегда. Ещё одна Тиндер-экспертка по отношениям. Сколько же их много? Тысячи, наверное. Не Тиндер, а ТикТок. Ну, не суть. Это всё в этом же, в общем, и целом. Ну, что я вам могу сказать? Ну, сценка прикольная. Ладно. Берегите себя и будьте честны.